Михаил, если вы послушаете отрывки из их встречи, Путина и Алиева, то становится ясно, что Азербайджан является перевалочным пунктом для транспортировки грузов из Азии и перевода валюты в обход санкций. То есть есть подозрение, что возможно Путин действительно как часть цели его визита, хотя визит прям невнятный. Слушайте, чувак поехал в Азербайджан и все думали, ну там-то он сейчас будет выступать? Нет, он просто не дал пресс-конференцию, не ответил ни на какие вопросы, ничего даже не промямлил. Пожрал каких-то конфет без сахара и красной икры и долма из листьев этого самого ананаса. Все, все на этом. Возложил цветы к могиле Папе Алиева. Ну молодец, ну молодец. Кстати, в трех бронежилетах был вчера на фотографиях, говорят. Ну вот говорят, что якобы Азербайджан будет помогать обходить санкции. Я не верю, что Азербайджан будет помогать России обходить санкции. Я в этом сильно сомневаюсь. Знаете почему? Ну вот мы знаем, это американцы говорили, не я, что Кыргызстан помогает россиянам обходить санкции. Ну Кыргызстан очень бедная страна, и там как бы президенту надо как-то выкручиваться, власти, правительству надо как-то выкручиваться. И они, грубо говоря, хоть какие-то гроши с этой поганой Россией имеют, чтобы прокормить там самых нищих своих жителей, которые действительно там буквально на грани голода находятся. Ну или холода-то уж точно. Азербайджан очень богатая страна, я думаю, что богаче, чем Россия. Я не знаю, как там формальные показатели, но когда я был в Баку, я видел, что эти города, ну город Баку нельзя сравнить ни с одним российским городом. Очевидно, что это очень богатый, прекрасный город. И туда вложили кучу средств. И Азербайджан вообще не бедная страна, прям совсем не бедная. И вряд ли заработать эти русские гроши, чтобы попасть самим потом под санкции. Вот что пишет мне Фазиль, тоже зритель. Привет из Баку с юбилеем. Далеко не все в Азербайджане этой моли рады. Нам точно предъявят санкции, будь он проклят, слава Украине. Фазиль, я почему-то думаю, что ваш президент не станет связываться с этой молью вот в этих вопросах. Ну в смысле какие-то отмывания каких-то грязных вещей. Не вижу смысла. Не вижу для него смысла. Он сотрудничать как-то будет. Но вот очень я сомневаюсь, что он поведет себя так, как некоторые бедные страны. Ну и еще письма оттуда же. Неля пишет. Привет из Баку, слава Украине. Никто у нас не рад визиту этой бункерной моли, чтобы он не долетел обратно. А вам, дорогие украинцы, скорейшей победы. Канал с юбилеем. Поздравляю от души. Вот так. А еще один человек пишет. Ну это, видимо, уже не из Баку. Я бы на месте Алиева выдал его в Гагу. Все были бы рады. А Алиев получил бы Нобелевскую премию. Нет, ну Азербайджан богатая страна, но не настолько. Чтобы выдавать Путина в Гагу. Еще несколько писем под вчерашним видео. Добрый вечер всем людям. Добрым людям. Никополь с вами. Оказывается, что этот Гросси. Гросси это председатель МАГАТЭ. Переживает за взрывы на Запорожской АЭС. Если бы он знал, как никопольчане и весь район уже почти два с половиной года переживают. Живут, отстраивают руины, хоронят близких, а он переживает. Напомню, в чем проблема. Запорожская атомная станция напротив город Никополь. Из Запорожской атомной станции, реактивной системы, залпы огня и артиллерии, россияне обстреливают город Никополь, убивая мирных жителей. Просто, бессмысленно, тупо, по жилым районам. А Гросси переживает, когда в ответ прилетает что-то от Украины. По этим самым реактивным системам залпового огня. Но как-то за Никополь, вот совершенно не перерывает вообще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok